Друзья, мы рассказывали на портале «Бизнес-заработок» про ставки на спорт, в данной статье я расскажу, почему не стоит делать ставки на спорт. Лично я иногда люблю поиграть на ставках, но не вкладываю в них большие деньги, это просто развлечение как казино. Обычно ставлю от 100 до 300 рублей, и у меня получается выигрывать, так как пользуюсь небольшой стратегией СЭМ. Скрин. Мои выигрыши на ставках почему же не стоит играть на ставках новичкам. 1. У новичка, если он имеет постоянную работу, не будет время разбираться в ставках, если он хочет стать профессионалом и выигрывать, этому нужно посвящать все свободное время. 2. Вам не нужно делать ставки, если вы не можете себя контролировать, вы можете превратиться в лудомана и получить игорную зависимость. 3. Если вы считаете, что в букмекерской конторе БК можно быстро заработать легкие деньги. 4. Букмекеры всегда в плюсе, так как в коэффициенты событий закладывается его маржа, прибыль. К примеру, есть два события с равной вероятностью исхода. Если подумать, на них должны быть коэффициенты по двойке, но мы в БК их никогда не увидим. В этом нет смысла для букмекера. Поэтому на эти события букмекеры ставят по 1,9, 1,85 и т. Да и при таких раскладах, букмекер всегда будет в выигрыше. 5. В России победа от пари на ставках облагается 13% НДФЛ. А ФНС считает букмекерские ставки как потенциальным источником дохода граждан. Моя ставка 6. Выиграть хорошие деньги реально сложно. Пример моей ставки выше, я поставил на Барселону, примерно до 70 минуты. Она побеждала 0-1, а потом неожиданно, Лейпциг забил. Кто знал? Думаю на этой игре, многие потеряли хорошие деньги. В ничью тоже сложно поверить. Видео с канала «Железная ставка» о том, как живет плюсовой игрок из Беларуси. Вы будете в шоке. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.